Виктор Владимирович, мы прежде рассматривали такую тему, как зоны затрудненного обмена. И чем они опасны? Тем, что они могут формировать онкологические процессы, которых мы годами можем не догадываться. И скажите, пожалуйста, какая на Ваш взгляд зона затрудненного обмена в организме человека самая опасная? Очень хороший, очень актуальный вопрос, уважаемая Татьяна Владимировна. Вот я не напрасно муляж скелета повернул таким вот образом, чтобы уважаемым коллегам, зрителям и слушателям показать самую, на мой взгляд, опасную зону затрудненного обмена. Это зона пояснично-крестцового обмена. Вот, то, что касается изнутри, а это вот касается вот этой части наружной. Вот как раз-таки вот этот переход, особенно третьего, четвертого, пятого поясничных позвонков и всего крестца, конечно, формирует вот эту пресловутую зону затрудненного обмена. В части того, что это максимально то место, которое, извините за тратологию, максимально инвалидизирует человека по огромному количеству диагнозов. И вот представьте себе условно, если мы вот этот треугольник, если мы вот этот треугольник вот таким вот образом перевернем. Вот видите, вот условно треугольник. То получается, вот из этой вершины перевернутой растет огромное количество проблем. Одна из самых главных проблем, одна из самых главных проблем, это, конечно, нарушение выделительной функции толстого кишечника. Можно бесконечно долго рассуждать и о способах, и причинах, вызывающих и такие состояния, как констипация, переводя на русский язык, запоры. Огромное количество способов есть, которые лечат эти запоры, когда удачно, когда неудачно. Но в основе онкологии, которая является на сегодняшний день, будем говорить, таким вот топовым в части рака толстого кишечника, конечно, является то, что нарушение выделительной функции толстого кишечника приводит к таким вещам, как постоянные запоры, постоянное газообразование, постоянная травматизация нисходящего отдела толстого кишечника и рефлекторно, в силу того, что нисходящая часть толстого кишечника, которая реализуется прямой кишкой, конечно, это внутренние органы малого таза. У мужчин это предстательная железа, уже сами делаете выводы, мужчины, чем это реализовывается. У женщин, конечно, это органы половой системы, это матка, это придатки, это трубы. И поэтому, исходя из вышеперечисленной органики, я имею в виду органов, которые здесь находятся, конечно, очень важно понимать, что если мы не обращаем внимания на прострелы, если мы не обращаем внимания, если мы их захаживаем, если мы мечемся в поисках терапевтов мануальных, если нам не помогает один способ лечения, мы его зачастую не доводим до конца, переходим к другому доктору, к третьему, к четвертому, то, по сути дела, вот перенакопление этих негативных информационных данных, они приводят к тому, что онкология просто прорастает таким, будем говорить, буйным светом в этом плане. И, кстати, пользуясь случаем, я хочу сказать, что если раньше мы к такому понятию, как сидячий образ жизни, относились, ну, мягко говоря, ну, как к какому-то штамбу газетному, замыленному образу, то на сегодняшний день, конечно, следует, уважаемые коллеги, сказать о том, что вот молодое поколение айтишников, среднее поколение айтишников, люди, которые проводят за компьютерами в сидячем положении более 6-10 часов, конечно, они возглавляют первую группу риска по тем проблемам, которые вырастают отсюда, в первую очередь, в виде онкологии. А онкологию, это, может быть, я уже говорил, различная. Это и рак толстого кишечника, и рак предстательной железы, и рак матки, и рак придатков. Кроме этого, я хочу сказать о том, что околоонкологические проблемы, это, конечно, ранний остеопороз, это ранний коксоартроз, это ранние, к сожалению, переломы шейки бедренных костей. Это как раз-таки, о чем это говорит? Это говорит о том, что резко помолодела слабость нашего иммунитета. Почему это произошло? Это произошло по очень многим причинам. Это немотивированное использование антибиотиков, это огромное количество пероральных контрацептивов, это на самом деле нарушение элементарных принципов здорового образа жизни, это перекусы, это нерациональное питание. То есть, одним словом, вот все то, от чего мы должны с вами уходить, мы к этому, так сказать, цивилизация, она с семимильными шагами заводит вот в эту ловушку под названием онкологические проблемы. И, конечно, первые признаки, первые признаки зон затрудненного обмена, именно в этой части, должны вас максимально насторожить. Если у вас больше двух-трех раз в год случаются прострелы в области пояснично-крестцового отдела, если вы видите изменение походки, если вы чувствуете боли в области таза, если у вас радиация в ягодичную область, влево или вправо, если у вас радиация по всем поверхностям бедер, если вы испытываете состояние затрудненного мочеиспускания, если вы испытываете более трех-четырех раз в неделю судорожную готовность и судороги в нижних конечностях, имейте, пожалуйста, в виду, эти проблемы живут вот здесь, эти проблемы гнездятся вот здесь. Вот это вот гнездо, гнездо змеи на онкологии, оно происходит и произрастает именно из этого места. Поэтому, чем раньше вы начнете заниматься собой, чем вы раньше освоите приемы самоизаимопомощи и найдете врачей, которые вам помогут разобраться с этими вещами, то, во-первых, вы себя избавите от этих проблем на перспективе, а во-вторых, вы получите общее оздоровление, потому что, как я уже неоднократно говорил, или мы неоднократно с Татьяной Владимировной говорили, упоминали слова Великого Конфуция о том, что одну треть в своей жизни мы тратим на поглощение пищи, а две трети в своей жизни мы тратим на избавление от ее, будем говорить, остатков, то, что получается в нашем кишечнике. Поэтому, нормализация стула, нормализация питания, нормализация образа жизни. Ну, как говорится, соловья баснями не кормят. Плюс к этому я хочу сказать, что нами с профессором Гартаенко Татьяной Владимировной разработана целая серия комплексов, посвященных борьбе с зонами затрудненного обмена в целом и, в частности, пояснично-крестцового отдела. Я вам сегодня, скорее не я, а наша дочь, доктор Меркури, покажет вам упражнение из серии Мюнхгаузен 1, которое очень хорошо помогает справляться с явлениями застоя в области малого таза, помогает избавиться от боли в области тазобедренных суставов, помогает освобождению кишечника. Упражнение называется Мюнхгаузен 1. Упражнение без кислородной гимнастики Мюнхгаузен 1 выполняется в течение 5 секунд, не дыша. Итак, что вам понадобится для упражнения? Конечно же, стул. И мы принимаем вот такую вот позицию. Ноги обязательно должны касаться пола, то есть стопы у нас стоят на полу, вот таким образом. И ровно, не под откосом. Спина у нас тоже должна быть ровной. И нам нужно нашими ручками обхватить основание стула. Сидеть ровно, я напоминаю вам. И теперь мы должны глубоко вдохнуть, резко выдохнуть. И в течение 5 секунд попытаться поднять себя вместе со стулом. При выполнении данного упражнения ягодицы у вас должны быть напряжены. Итак, выполняем упражнение. Давайте вместе. Итак, упражнение окончено. Восстанавливаем дыхание. Ну и пользуясь случаем, конечно, уважаемые коллеги, мы приглашаем вас на наш авторский вебинар, посвященный теме «Жизнь без боли и полной энергии». Ссылочка находится под этим видео и в прикрепленном комментарии. Милости просим. Регистрируйтесь, приходите, задавайте вопросы. Мы, Сатьяна Владимировна, традиционно с удовольствием ответим на ваши вопросы. И прокомментируем ваше состояние, которое вы можете испытать или испытаете после выполнения упражнения Менхаузен-1. Еще раз милости просим. На вебинаре мы вместе с вами разберемся, почему лечение в области пояснично-крестцового отдела позвоночника, которое вы применяли прежде, вам не помогли. Какие существуют современные решения этого вопроса. Выполним вместе с вами комплекс упражнений из двух частей, которые помогут вам в режиме реального времени облегчить ваше состояние в зонах затрудненного обмена, одновременно и в пояснично-крестцовой зоне, и в зоне шейного отдела позвоночника. Обсудим с вами предусмотренные ощущения, которые вы получите после выполнения этих упражнений, а также обсудим их диагностическое значение для вас. И главное, что вы сможете узнать о системе, которая дает стабильные и уверенные результаты. Регистрируйтесь и приходите. Ссылка регистрации находится в описании под этим видео. Вебинар бесплатный. Милости просим.